Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Лето – время экспериментов, продолжается наш эксперимент, когда мы выходим из формата, может быть, сухого академического диалога на «вы», когда я разговариваю с экспертами на различные какие-то темы, задаю вопросы, слушаю ответы, вместе со мной слушаете «вы». Решили поэкспериментировать и сделать разговор на «ты», разговор на троих, когда мы тремя друзьями, тремя отцами, тремя сыновьями, как мы это выяснили в прошлый раз, разговариваем об отцовстве, родительстве, мужественности и как, собственно говоря, этого всего в своей жизни достичь. Как и прежде, говорим с отцом Николаем Зининым и отцом Тихоном Схановым. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – И сыновья. – Как этого избежать? – Про разговор на «ты» он про меня намекнул, потому что я давно в прошлой передаче обратился как «ваш», а потом думаю «ваш». Как-то неловко так спрашивать уже, на «вы» обращаться, ну как-то уже странно. – Я бы хотел, опять же, перекидывая мостик из прошлой передачи и соединяя ее, сказать, спросить вернее, бросить для размышления тему, почему не все мужчины умудряются стать отцами? Не в физиологическом плане, то есть они родить рожают, а отцами стать не могут. – Вот такая фраза была «умудряются не стать отцами». Как можно умудриться вообще не стать отцом? – Это надо мудрость иметь. – Да, мудрость надо уметь, что-то не получилось. – Все, иди, вот ты отец, нормально все. – Ну, и что мы можем сказать? Ну, вот мы наблюдаем, например, незрелых мужчин. Не помню кто, в начале 20 века женщина, социолог и психолог, по-моему, написала книгу «Вечный мальчик». Не читал, отец? Где она тогда еще пророчески, она говорит, сейчас все движется по тому пути, что когда-то мы придем в мир абсолютно зрелых физиологически-биологически мужчин, ну, то есть им будет, например, там 40, 50, и незрелых ментально-духовно. То есть они будут, там, 11-летними мальчиками, запертыми в тело уже достаточно зрелых мужчин. То же самое касается и отцовства. То есть вот почему-то, ну, я думаю, что у вас опыт есть исповедования, личных разговоров, бесед с людьми, когда приходит, например, жена жалует. Я только вчера прям тяжело слушал. Да, прям про отцов несколько раз. Вот. Вот как вам кажется, почему это вообще происходит? Чтобы нам от этого оттолкнуться, и дальше мы поговорим об отце как педагоге, то есть куда ведет отец как педагог. Ну, тут все ясно, мне кажется. Так. Мне всегда нравятся ответы, начинающиеся с этой фразы. Тут все ясно. А дальше выяснять, что, оказывается, ничего не понятно. Сыто живем просто, мне кажется. Сыто живем? Да. А ты думаешь, это проблема только нашего общества? Всех обществ, которые сыто живут. Это на биологическом уровне доказанный эксперимент с крысами. А, я понимаю. Что чем больше продуктов питания, тем достаток больше у колонии, тем более они такие становятся. Нежные особи мужские. Им не за что воевать, в принципе. То есть, мы как бы входим, мы отрываемся от природных каких-то инстинктивных вещей. Вот. Но они, может быть, в чем-то позволяли созревать чему-то и духовному. И в отрыве от какой-то борьбы за жизнь такой биологической мы получаем более так разнеженные мужские особи, женские в том числе. Так. То есть, эта проблема просто... Как это связано с отцовством? Ну, раз есть проблема взросления, которая не осуществляется, потому что нет в обществе предпосылок каких-то борьбы там и так далее, движения, то так же это и в отцовстве проявляется. То есть, отцовство – это ответственность в какой-то степени. Брать ответственность за себя, когда можно не брать, то человек выберет не брать. Как животное. То есть, мы как животное поступаем по минимальным затратам. Поэтому, если можно избежать этого, то человек избежит в каком-то плане. Поэтому, у кого-то получается, но... Эти стихы не согласны? Нет? Нет. А что ты это? Сидишь тут рядом. Все было, он там, все с Сергеем. Сидеть рядом еще не согласен. В общем, я и с этой женщиной, и хорошо, что я не читал ее, и не буду читать. Тоже с ней не согласен. Социолог там. А, вечный ребенок. Вечный ребенок. Вечный мальчик. Вечный мальчик. Ну, не знаю, ну, это робот какой-то. Ну, прям вот все изнежные. Да ладно, полно мужественных, хороших отцов, не знаю. И потом... Нет, что они есть, никто не спорит. Надо отказаться от деления, что вот эти хорошие отцы, вот эти плохие отцы. Ну, в какой-то момент ты нормально, вот как отец поступил нормально, в какой-то момент плохо поступил. Нет такого, что ты тотально плохой отец, неженка не можешь воспитать на дочь или сына. Или тотально там... Возвращение. 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 Я иногда не договариваю, думаю, все равно додумают уже, поняли, что хочу сказать. Я просто притормаживаю, поэтому я договариваю. Для тебя. Фильм «Возвращение» есть. Он замечательный, да? Да. Извинился. На психфаке смотрят его и потом пишут эссе. Такое. Один из обязательных фильмов. Ну, в смысле, не обязательных, но, как сказать, по которым пишут эссе и потом вместе обсуждают. Там вообще он появляется такой жесткий, супер жесткий отец. Он просто жестокий. Ну, то есть там вообще... Ну, разве жестокий? Он, по-моему, просто суровый. Ну, и там начинает там... И в конце его тащат эти сыновья. У них появился отец. То есть какие-то возникли у них отношения. Ты хочешь избежать спойлера, да? Ну, там же очень важный момент, что отец пытается своего младшего сына спасти. Да. И жертвовать собой. Именно через эту жертвенность они... Я не знаю, через что, но у них возникают вот эти отношения отца и сына. Он плохой или хороший отец? Он такой, какой он ехтси? Вот, ну, не знаю я, какой он хороший. Хорошо, я тогда уточню. Я тогда уточню. Если мы рассматриваем отцовство, как, условно говоря, культурологический феномен. Ну, это феномен культуры, отцовство. Можем ли мы говорить, что в какой-то момент отцовство умирает, или мужчина, как отец, умирает в глазах своих детей? То есть, ну, условно говоря, он расчеловечивается, или разотцовство происходит. А в какой-то момент он обретает отцовство. Вот я просто к вопросу о возвращении. Мне кажется, он на протяжении всего фильма, да, когда он там лупаст его по щекам, когда он там учит отстаивать себя и подойти ударить хулигана, там, и так далее, и так далее. Вот через это все там не считываются отцовские, ну, то есть вот этот коннект отца и сына. Отец рождается в тот момент, когда он жертвует. Ну, я думаю, что во всем этом пути он есть. Хорошо, но все-таки вопрос остается. Можно ли расчеловечиться или потерять отцовство? Не только в глазах конкретного своего сына, а в целом. То есть вот для себя самого. Я думаю, даже эта часть отношений с детьми. То есть в какие-то моменты они могут свергать тебя как отца. Ну, как-то пытаться, что ли, или проверять, я не знаю. Но про это мне тяжело говорить. Но вот есть конкретные случаи в священнической сфере, когда я замечал, что несколько человек, когда им, ну, особо тяжело или что-то еще, они вроде бы обращаются ко мне как к священнику обращаются, никому другому. Но говорят, ты мне сейчас не священник, ты мне вот как брат скажи, как друг скажи. Ну, у тебя полно друзей. Там ты почему-то именно обращаешься к батюшке, и тема, она, в общем, соответствует, да, вот обращению к священнику. Почему ты тогда свергаешь меня, и для него это, это его духовный вопрос. То есть, ну, я нормально переживаю, что меня могут другом назвать, там, мне-то какая разница, да, но я это вижу как его духовный вопрос. Ему требуется свергнуть меня. Как отца Тихона. Да, именно как отца Тихона свергнуть, а с другой стороны, я ему требуюсь именно как отец Тихон. И он вот в этой внутренней запутанности ко мне обращается. Вот, то есть, это часть отношений, когда есть попытка свергнуть отца. Ну, это чтобы ты был как отец, но не как отец. Не в иерархическом понимании, что ты сверху. Да. А как отец, который рядом, а не который сверху. А отец сверху вообще. Ну, для кого-то это и так. Ну, по-настоящему. Или отец все-таки на равных, но, условно говоря, есть. Должно отсутствовать понебратство, но и не должна... А ты как воспринимаешь? А? А ты как воспринимаешь? Как на равных или как сверху? На мой взгляд, ну, это моя любимая тема. Я все время людям там объясняю, и сам стремлюсь к выстраиванию именно таких отношений, которые называются субъект-субъектные. То есть, когда отец высоко, а я внизу, это субъект-объектные отношения. Я объект воздействия отца. Он там меня муштрует, воспитывает, лупит, наказывает, пряник дает, когда делает что-то хорошо. Когда, например, я использую его, да, там, ну, условно, если переводить на более понятные, когда мои дети ко мне подходят и, условно говоря, просят у меня за что-то прощения, то они реально меня обидели, допустим. Что-то сделали такое, что меня очень расстроило. Потом они подходят, просят прощения, но исключительно для того, чтобы я их отпустил погулять. Вот. То есть, здесь тоже субъект-объектные отношения, просто объектом становлюсь я. А я, как бы, говорю о том, что отношения с отцом и с отцом, они субъект-субъектные. Это как раз то, о чем, по-моему, ты говорил в первой передаче, что отец может сказать нет. Это как раз уважение пространства субъекта, что, когда я разговариваю, например, с вами, вы можете со мной спорить, вы можете со мной не соглашаться, и это не разрушает наших тесных уз дружеских там и так далее. То есть, когда я за субъектом, и он, что самое важное, это он тоже за мной, как за субъектом, оставляет право с ним спорить, с ним не соглашаться и так далее. — Да. — Да, все правильно. — Так значит, не сверху. — Не сверху. — Поэтому, когда человек приходит в церковь, это батюшка, это как сверху. Поэтому он попросил тебя сверху слезть, и встать рядом. — Ну, это не разрушение отцовства, а просто на должный уровень, как бы. Но опять, если мы возвращаемся к практике рецепции нашим сознанием, там, многовековым, то у нас-то иже на небеси. То есть, мы же все равно его туда загнали, обратно наверх. — Но мы же понимаем одновременно, когда начинаем комментировать тему небеса и небесного царства и так далее. — Комментарии — это мы как угодно можем. — Ну, что иметь... — Сам текст наполнен уже опять иерархией, что он сверху над нами. Поэтому, да, иногда хочется, чтобы он спустился оттуда. — Он сверху над нами как доминирующий, или он сверху над нами, как вот, помнишь, начинается книга «Бытия» — «Дух святый носился над водой». Носился как наседка. Носедка тоже сверху, но она сверху для того, чтобы согревать и в конечном итоге, чтобы ты вылупился из яйца. — Ну, она не вот сверху, она рядом. — Как же? — Она накрывает же собой. — Она же не летает сверху. Она сидит, то есть она в контакте все равно. Ну, не знаю, тут сложные вопросы для меня. — Я вот просто к чему, к тому, опять же, что Александр Филоненко здесь приходит на помощь, который... — Незримо. — Незримо предстоит, да. — Который интересную вещь сказал. Опять же, отталкивался он от вот этого своего примера с отцом, который показывает пальцем вверх. А, в общем-то, не только вверх, он в некую глубину тебя самого показывает пальцем, да. То есть смотри, как много глубины в тебе, как много красоты в тебе. И заставить смотреть, наверное, на себя, как на нечто великое, великое, прекрасное, великолепное. Вот, это главная, как бы, задача отца. И он говорит, выводя из этого, что отцовство распадается на атомы, образ отца расщепляется в тот момент, когда отец предсказуемо раздражителен и непредсказуемо агрессивен. Вот, то есть он просыпается всегда уставшим, он всегда ноет, он всегда чем-то недоволен, потому что раздражительность, уныние, какая-то вот такая внутренняя рутинность, всегда уставший и непредсказуемо агрессивный. То есть никогда не поймешь, за что тебе конкретно сейчас прилетит. То ли за то, что ты чашку за собой не помыл, то ли за то, что уроки не сделал. Но ты все равно хороший отец. Хоть и агрессивный. Вот, но вот он говорит, что в глазах ребенка такой отец, ну, начинает вот распадаться, расщепляться. Не то, что сам отец это делает, или ребенок там, все, я на тебя там обиделся. Нет, он просто вот пропадает тот отец, который показывает пальцем в твою глубину и показывает на величие этого мира. Он видит самого главного великана, условно говоря, великана, да, великана духа, который должен тебя ввести, тебя ввести в мир абсолютно прекрасного великого. Но этот великан, он как раз разочарован, что все далеко, невелико, все рутинно, все бытово, все примитивно, все уродливо, некрасиво и так далее. Вот с этим согласны? Вот отец Николай. Прекрасно. Продолжаем. А тогда вот вопрос, когда отцовство, можно ли его при таком раскладе обрести, если вдруг, то есть должен ли отец, например, идти к психологу, если у него такая вот беда? Он не пойдет. Ну, не знаю. Не, надо попробовать. Ну, то есть попробовать привести или что? Нет, я попробую, схожу. Ладно, давайте двинемся тогда дальше. Если мы говорим о том, что отец это сталкер, в данном случае есть красивое греческое слово. Педагог. Потому что педагог это не... Не очень красивое. Не очень красивое. Но греческое. Но греческое. Педагог, как, если переводить дословно, как детоводитель. То есть он, изначально педагог, это не тот, кто у доски с указкой и смелым, а это тот, кто, собственно, берет за руку твоего ребенка, это слуга, раб. Это я сегодня с утра. Вот, но это и я сегодня с утра. Мы сегодня все с утра, по-моему, это наша функция. Да, немного педагоги. Да, мы берем детей за руку и ведем их до учителя. Вот в данном случае, если отец, ну, вот какой-то аспект мы уже в любом случае сказали, да, обозначили, что он должен довести до чего-то великого. До чего еще отец должен довести своего ребенка, чтобы до истерики, до белого коленя не считать. Я первый сказал. Куда он ведет. Ведь наша задача в том числе в какой-то момент эту руку отпустить. И оставить. Да он сам впервые, скажет, что отстанет. Тут уже мои сверстники скажут, уже давно ходят без папы. Это что-то сюда привязал. Мне очень нравится, что вы меня понимаете с полуслова. Я же говорю, естественно, не вот в этой практике отвезти в школу. А вот как вы рассматриваете, ну, глобально? Ну, вот куда ведет отец Тихон Андрея? Я вообще не знаю. Я осваиваю собственную. Где я вообще? Да, где я? То есть я каждый раз в собственном отцовстве ориентируюсь. И мне нравится выражение, что вот ребенок у тебя родился, ему полгодика, и тебе полгодика как отцу. Ты отец полгода. Что ты знаешь про отцовство? Ничего. Ты просто ориентируешься в собственном отцовстве. Единственное, что я понял, это примеры других отцов, это очень классно. Но я буду дыроком, если буду пытаться всем соответствовать. То есть мне какое-то чье-то отцовство нравится, я таким не могу быть. Потому что, или там какой-то метод описан, даже методика, да, там, воспитания. Слушай, а как ты справляешься вот с этим сравнительным анализом? Я вот постоянно смотрю на кого-то, причем на вас я тоже иногда смотрю, я понимаю. Ты просто нас дома не видел. Как же я хочу, ну вот смотри, какой отец Николай. Надо онлайн-трансляцию запустить, чтобы этот Сергей успокоился по поводу нашего отцовства. Ну как вот, как вот реально, помогите мне хорошо, как мне выйти из этого сравнительного анализа? Как тебе это удается? Надо понять, что в чужом отцовстве нет меня. В методике не описан я, который будет ее применять. То есть, возьмем книжку, там написано, вот так уведите себя с детьми, там, или еще что-то. Но там не описан ни мой ребенок, ни я сам. Ни мой характер, ни привычки, ни моя социальная ситуация, ни моя история, ни темперамент. Ничего там в этой методике не написано. Как, что я буду применять, я не знаю. То есть, получается, это в любом случае движение в потьмах? Да. Ну то есть, это да, это вот ориентируешься, я здесь как отец, не как отец. Ну, естественно, ты смотришь на других, и просто они помогают тебе ориентироваться в собственном. Вот этот отец, он такой вот, и он вот таким вот становится отцом. Интересно, вот так он ориентируется. Ладно, а это вот отец другой. А я какой? Ну и вот начинаешь как-то, ну, подходить с любовью к этому процессу, что ли, и изучать. Не все вообще получается. Вот смотришь, думаешь, вот классный отец, там, с сыном, вот, пошел на турники, и все, там, да, вообще сын, там, за ним стремится, там, классно. Я же рассказывал, да, мы приходим с алтарником на спортплощадку, там, начинаем, это, турники, там, отжиматься. Сынок, пойдем, давай. Да, пап, я поснимаю это с телефона от вас, там, и все. Посижу-то, он говорит, нет, мне нормально, я здесь, я не буду. Облом? Облом. Что ты в этот момент чувствуешь? Обламывает. Я в этом, в этот момент... Когда ты ведешь, там упирают за ногами. Я прям так, так, во-первых, растет мужчина, ну, и как бы, ну, да, вот у меня облом, да, вот, и я обламываюсь, и дальше, ну, надо задать вопрос, ну, что там, а сын у меня какой, а что ему интересное? Ну, и тогда это не субъектно-объектное, да, тогда я не фантазии свои хочу воплотить в наши отношения, и потом так, да, я соответствую образу отца, да, который мне понравился. А тогда это, ну, что-то уже ближе к реальности. Вот, и тогда где-то за ним идешь, где-то там конфликтуешь, где-то, ну, вот так вот. Ну, а как вообще, вот, ты наблюдаешь, ну, и вы оба, наблюдаете ли в детях нарастающую скуку у современных детей? Что им, в принципе, почему... У них бывает скука. А почему вот... Вот это так. Почему, например, одно дело, вот, знаешь, я иногда думаю, там, например, по поводу своих детей. Ну, так получается, что 24 на 7, там, все время ты чем-то занят. То есть тебе куда-то надо бежать, то вот на съемки, то, там, не знаю, в храм, то кого-то крестить, венчать, отпевать. Тебя дети, вот, ну, условно говоря, видят вот в постоянном каком-то брожении движения. И когда они, собственно... А когда ты оказываешься дома, и они хотят твоего участия, у тебя на это иногда просто не хватает сил. Ну, то есть ты уже просто настолько... Особенно вот у нас недавно снимали фильм про... Ну, про нас приезжал там оператор, один блогер. Вот. И у меня, например, я со среды по воскресенье, я 4 часа разговаривал с ним. Вот. Что-то какие-то интервью давал. И у меня просто есть ощущение, что я вообще уже весь пустой. То есть я вот не могу уже даже говорить, я не могу уже слушать вообще. Я как-то вот хочется куда-то там воткнуться в розетку и заряжать. Есть хорошая игра. В мавзолей. Я буду Лениным, а вы будете меня охранять. Я так играю. Ты так играешь? Класс. Но они не соглашаются. Они все время устраивают 9 мая, да, и парады. Что создает определенный... С машинами, с танками. Вот. Ну, все-таки, то есть, я к чему? К тому, что вот, например, вдруг неожиданно папа встал и говорит, пойдем на турники. Я пойму у своих детей, что они... Чего? Да. Ты же все время либо занят, либо тебе не до нас, и ты вообще всегда устраиваешь. Меня Серега ворчал недавно, я что-то там на него наехал. А он... Я слышу, он стоит в туалете, ворчает. О, там что-то это не нравится. Сам сидит в телефон, втыкает целый день, ничего полезного не сделал. Это смешно? Ну, я вот болел тогда, денек. Лежал, втыкал в телефон. Я хотел возразить как-то. Потом думаю, ну, что тут скажут, а? А вот, например, у восточных народов за это очень легко можно получить репрессию. Ну, вот я близок к восточным народам, но... Вот этот вот оператор, как раз блогер, он снимал до того, как приехал в Самару, он снимал в Дагестане. И он говорит, что там вообще интересная штука. Если отец взял публично за руку ребенка, сына, дочь, неважно, это порицается. То есть это считается, что слабак. То есть там вообще, в принципе, он говорит, что отец должен быть такой бесчувственной фигурой. То есть он одинаково плох, когда он, например, орет на детей, там, лупит их, там, еще что-то. Но и одинаково плох, когда он проявляет к ним какие-то сентиментальные эмоции. Это интересно, да. Но не мое, например. Вот, но, например, если отец, там у него был какой-то случай, когда отец то ли ударил мать, то ли ударив так сильно мать, сломал ей руку. И вот сын уже там 16-15 летний подходит к нему и говорит, отец, ты че? Причем это наедине. Ты че, зачем ты так сделал? Зачем так с мамой? Для него это считается таким позором, что он собрал вещи и на 4 дня он уехал в горы. Отец или сын? Отец. Что сын начал ему так говорить. Да, да. К вопросу о том, что сидит, втыкает там в телефон. Вот в Дагестане я бы уехал на 4 дня. Ты должен был собрать вещи и уехать в горы. Ну, я не против. Кто-нибудь из себя плацет. Хочу вернуться просто вот к теме своего вопроса. То есть вот, когда я пойду на турники, мой ребенок, конечно, для него это будет разрыв шаблона, он к этому непривичный. Но если в твоем случае, когда ты то сюда зовешь, то туда зовешь, на турники, на рыбалку, а ребенок, там, говорит, лучше я со стороны поснимаю, то вот это не нарастающая категория скуки? Нет, просто ему не нравится. Просто он будет блогером и все. Он, да, он видео наснимал, пап, смотри, потом показывает. Вот ты вот так делал. Какой канал у него в Инстаграме мощный. Это все благодаря сыну. У него вот некому снимать. Ну, то есть просто в этот момент его интересы не соответствовали моими. Но он нашел себе, он прекрасно себя чувствовал. Он нашел себе то, что ему интересно, он нас поснимал. Вот ему не хотелось заниматься в этот момент. А в другой момент он меня говорит, пойдем мы это там, и смотри, как я могу. А ты такой, да, я поснимаю. Отец Николай, у нас просто подходит время и к концу, и сегодняшней нашей встречи, беседы. Ну, тема педагога отца все-таки недостаточно раскрыта. Мне бы хотелось, ну, без шуток, а вот как ты внутренне тоже? Ну, вот с отцом Тихоном понятно, что он сам со свечкой в потьмах отцов. Ну, я вот примерно так же. Каждый раз ориентируешься заново, потому что я меняюсь, и дети меняются, и обстоятельства разные. То есть вообще... А ты поспеваешь изменяться под детей? У меня нет такой задачи. Ну, ты говоришь, я меняюсь, они меняются. Да, и просто это означает, что в каждой ситуации надо ориентироваться заново. То есть... А если я бы спросил, есть ли какая-то главная, условно говоря, цель, ну, допустим... Именно воспитание? Ну, воспитание, педагогическая цель. Куда педагог, отец Николай, где-то водитель, куда он хочет привезти, где бы он, условно говоря, мог ребенку сказать, вот здесь будет тебе хорошо. Дальше живи сам. Ну, вот здесь вот я тебя довел, а вот дальше... Вот куда? В какое... Это могут быть состояния, это могут быть, условно говоря, какие-то самые важные жизненные выводы. И к чему нужно привезти ребенка? К пониманию чего? Такого нет у меня, ответ. Просто мы идем, и в какой-то момент я пойму, что он может сам... Наверное, самостоятельность какая-то, и чтобы он понял, что выбор его свободный в этой жизни. У меня немножко другая это... То есть я не стремлюсь его где-то куда-то привезти и там оставить. Мне вообще, ну, все равно, да, грубо говоря, будет он там или нет. Мне важно, чтобы когда мы туда шли, нам было нормально вдвоем. То есть хорошо нам было. И вот сейчас он занимается арифметикой и читать учится. И первое время мне было очень тяжело. То есть самый трудный в моей жизни ученик – это вот он. То есть он постоянно рвал эти шаблоны мои. Непонятно, что делать. Ты же, конечно, можешь здесь поставить многоточие, потому что это удивительная интуиция. Но в следующий раз мы поговорим про отца-учителя. Все-таки. Мне кажется, это разные вещи – педагог и учитель. Спасибо. На сегодня все. С вами, дорогие друзья, мы тоже прощаемся. Присоединяйтесь к нам в следующий понедельник. Поговорим об отце-учителе. До свидания. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует...